Включила камеру и снимаю влог Всем привет! Сегодня наконец-то у меня дошли руки до моего столика. Косметика у меня там лежит. Ну, в общем, всякая такая ерунда. В общем, можете посмотреть видео, можете не посмотреть. Не такое, что оно информативное, не такое, что оно и познавательное. Просто я разбираю свой стол. Давно хотела, давно хотела разобрать. Вот так вот, катастрофически, чтобы выкинуть пустые банки, которые мне не нужны, которые уже использовала. Всякую грязь. И, надеюсь, в следующем видео я сделаю обзор, что я буду покупать новенькое что-то. Потому что старенькое я уже все почти выкинула. Ну, почти, почти. В общем, приятного просмотра. Поехали! Продолжение следует... Вот столько всего. У меня хранилось на столике на моем. И я хочу это все разобрать и рассмотреть, что мне нужно, что не нужно. Вот я все покидала вот в такую корзинку и хочу в ней тоже разобраться. Она у меня стояла тоже там же. Сейчас будем разбираться. А нужно ли мне это все? И пользуюсь ли я им? И, может, что-то у меня не хватает? Мне надо докупить. И даже, возможно, что-нибудь мы докупим и что-то выкинем. Поехали разбирать. Начнем отсюда. Здесь нужно и помыть кисти, потому что я уже не мыла более двух недель точно. Вот сколько в дом сидим, наверное, столько и не мыла. Это, наверное, месяц. Хотя сидим меньше, но вот не мыла. Так, начнем с чего? Давайте вот с этой маленькой коробочки. Так, тут просто вот надо, наверное, все вышвырнуть и помыть мои кисти. И разобраться со всем, что я не пользуюсь. Выкинуть. Половина точно. Я думаю, выкинуть. И помыть вот эту вот коробочку. Я ее, конечно же, помою. Смотрите, у меня тут сережки уже запылили 70. Хранить украшения надо вообще, я считаю, в закрытом месте. Вот эти сивайхаки, где вы там храните, это все фигня. Сейчас будем разбирать, что у меня тут есть, что у меня тут нету. Для начала я помою вот эту вот шкатулочку, чтобы было мне куда ложить. И все такое. Я уже даже не знаю, наверное, сельги можно будет выкинуть, потому что они как-то немножко попортились, что-то у меня. Так, она вот такая вот, по-моему, я ее брала в фикс прайсе. Шкатулочку. Вот такая вот грязюка в ней. Пока мы будем разбирать, я ее пойду замочу. Вот это у нас что? В принципе, она уже кончилась. Была туалетная вода, которая уже кончилась. Это нам надо выкинуть. Откладываем сюда, это мы выкидываем. Так, это у меня была тоже гиалуроновая кислота. Сейчас посмотрим, есть что-нибудь. Уже остались одни брызгалки, капельки. Либо можно ее как пипеточку оставить, либо тоже выкинуть. Давайте мы ее выкинем, это все оставлять. Так, кисти мы сразу отправляем мыться. Сейчас выберем все кисточки. Больше нет кистей. Кисти мы помоем. Так, тушь заказывала на Амиэкспресс. Еще хорошее. Еще можно попользоваться. Значит, это мы оставляем. Так, это мы выкидываем. Вот это вот. Это массажный антицеллюлитный крем. Срок годности. Сейчас посмотрим. Два года. Еще годен. Можно попользоваться. Его оставляем. Так, это у нас что? Это ужас. То есть, эту, по-моему, тушь я брала в Экспрессе. Я уже не помню, как ей пользоваться, чего пользоваться. И вообще, пользуюсь ли я ей. У нее даже эта крышка, блин, слезла. В общем, треснула это. Наверное, ее надо выкинуть. Самая любимая моя тушь, которая наносится сначала тушь, потом вот эти вот волосочки. Солнышко выглянуло. И вот эта вот тушь. В общем, она еще хорошая. Я ей периодически пользуюсь. Ее я оставлю. Это была, была помада. Она и есть, конечно, но уже тут прям мало. Вот такой, может, рыжим. Не знаю, оставить ее нет. Она такая очень стойкая. Матовая помада. Наверное, оставлю. Вот эта помада, это моя любимая. Которой уже нет выкинуть. Надо все это выкинуть. Так, вот еще у меня Black XS. Пахнет вроде хорошо. Осталось прям чуть-чуть. Наверное, я оставлю. Так, карандаши. Этот надо точить. Подточим. Это карандаш для бровей. Очень нравится. Оставлю ссылочку. Брала на Алиэкспресс. Такой вот он, знаете, очень-очень хороший. Если его вот так вот немножко подточить, он тоненько рисует. Мне он нравится. Кстати, его тут хватает надолго. Вот я сколько пользуюсь уже, около года, наверное. И вот, ну, у меня был татуаж, я не пользовалась почти им. Это мы оставим. Так, еще один карандаш. Тоже надо точить. Ну, уже какой-то он, может, даже срок годности прошла. Наверное, его выкинем. Так, сейчас попробуем точить вот этот вот. Может, этот тоже выкинуть. Ну, точится хорошо. Подточился. Нет, этот карандаш еще хороший. Можно будет и стрелочки поделать им. Мягенький, хороший карандаш. Точилочку на нем оставим. Собрались. Двух один. А этот я выкину, что-то он мне не нравится. Вот еще карандаш. Это уже пожестче карандаш. Он жесткий такой. Из-за этого я им мало пользовалась. Ну, тоже. Такой нормальный. Оставим. Риммонель. Вот это вот самый любимый у меня карандашик. Он прям мягкий, но и он растушевывается. Мне нравится, как он растушевывается. Поэтому мне его тоже жалко выкидывать. Он мне еще пригодится. Так, еще одна матовая помада. Уже мне где пробовать-то? Тоже моя любимая. Она такая, ее почти не видно. Я люблю вот такой цвет. Этот для меня очень яркий, а этот я люблю. Поэтому эту помаду я тоже оставлю. Замухрышки такие уже. Девочки, вот про эту тушь я уже делала обзор. Это, значит, тушь 5 звезд. С сайта Белорис я заказывала ее. Она мажет, мажет все. В общем, вы накраситесь ей и испачкаетесь. У вас будет черное-черное под глазами. Она плывет. Просто так плывет. Если наложите много, она может покрошиться. В общем, говно тушь. Я не знаю даже, может, я ее выкину. Хотя кисточка тут довольно-таки хорошая, я бы сказала. У нас наносится все великолепно. Но потом результат плачевный от этой туши. Я ее, может, оставлю. Может, кому-нибудь подарю. Я не знаю, конечно, это не гигиенично дарить туши. Смотрите, сколько у меня тут ненужных вещей. Крючки, палочки всякие. Спица согнутая зачем-то. Я не знаю, зачем она мне 2 нужна. Это вот маслечка. Жасмин. Это я брала в церкви. Пахнуло оно, в общем, хорошо. Сейчас что-то пахнет не очень. Но пойдет либо освежитель делать, либо добавлять, когда пол моешь, можно капнуть. Для запаха. Либо еще, знаете, куда я добавляю маслечка такие. Когда пылесосишь, там сзади у пылесоса у меня есть фильтр. Я прям там фильтр мажу. И когда воздух оттуда идет, он идет пахнуть. Это моя точилка, любимая точилка. Ее я не выкину. Вот у девочки помада. 200 лет я не пользуюсь такими помадами. И вот эта вот, она не моя. Я не знаю, откуда она взялась. Я уже, наверное, у нее срок годности прошел. Действительно, уже прошел срок годности. Я не знаю, зачем она мне. Наверное, ее надо либо выкинуть, либо оставить. Может быть, я когда-нибудь видео буду делать, накрашусь. Не знаю. Оставлю. Жалко все-таки. Самые любимые туши мои. Это Триумф. У меня их было куча. И вот эта вот одна из последних. Тоже с классной кисточкой. Как вот у этой 5 звезд кисточка. Я люблю такие кисточки. Вот. Я и 5 звезд взяла. Потому что кисточки у них идентичные. Видите? Что у этой, что у этой. Только Триумф. Тушь. Тушь. Она намного лучше, чем 5 звезд. Так что этот Триумф я выкидываю. Потому что она уже закончилась. Это консилер. 0,2 оттенок. Заказывала его на... Даже, наверное, на этом. Он отдает ржаной. Мне он не понравился. Поэтому я его не пользовалась. Отдает ржаной. Еще он какой-то, мне кажется, жирный. Прям жирный. И рыжий. Рыжий. Он мне совершенно не как-то не подходит. И не плотно прокрывает все. Ну, в общем, не знаю. Не нравится он мне. Либо я его так оставлю. Может, куда-нибудь годится. Может быть, даже нет. Так, тут заколочки. Это надо в заколочки положить. По-моему, тоже на сайте Белорис заказывала. Сыворотка для ресниц, что ли. Для роста. Что-то типа такого. Ну, пользовалась, да. Ну, не заметила роста, конечно. Хотя, может быть, пока пользовалась и был какой-то рост. Потом что-то нарастила ресницы. Прекратила пользоваться. Может, еще попользовалась. Вот эта вот штучка. Сейчас расскажу. Это татуаж для бровей. Тинт такой. Его наносите. Потом он на брови. Вместе с волосками. Но надо четкую линию сделать. Потом он засыхает. И, в общем, как татуажа кровей делается. Ну, хватает. На неделю вы проходите. Можно стрелки рисовать делать. Можно брови рисовать. Хорошая штука. Брала на Алиэкспресс. Тоже оставлю ссылочку. Штучка хорошая. Я ее оставлю. Так. И подводка. Тоненькой кисточкой подводится. Замечательно. Очень хорошо даже. Подводка меня устраивает. Пользовалась очень мало. Купила недавно. Штука хорошая. Сейчас тинт тут застынет. Я покажу, как я его содру. И вот так вот. Такая вот фигня. Не знаю, в каком-то магазине покупала. Тоже для ресниц. Типа для роста. Но эту я уже выкину. Потому что она покупалась давно. Тоже ничего я не заметила. В общем, она такая густая, как гель какой-то. Гель какой-то. Я не знаю. Ничем не пахнет. Совершенно ничем. Даже я не знаю вообще. Зачем я его брала. Ну, попробовать брала. Так. Обязательный детский крем. Я иногда мажу руки. Так. Клей до. Сейчас посмотрим. Нет, не высох. Клей еще мне понадобится. Это для моих ресниц. Так. В общем, вот это я оставляю. Вот это я выкидываю. Это я убираю в другие места. В заколочке. Все такое. Сейчас я все уберу. И будем разбирать вторую коробочку. Так. Вот вторая коробочка. Блин, еле сейчас отмыла. Вот эти вот карандаши все. Тинт, кстати, вот этот вот засох. Сейчас я вам покажу, как он снимается. Одной полосочкой. Вот так вот снимается. И типа остается у вас на брови. Но это надо ровно все наносить. Вот такая вот птулажь остается от этого тинта. И также бровь вот у вас остается. На несколько недель этого хватает. Если я найду ссылочку, я оставлю. Так. С чего начнем? Тут у меня вот еще коробочка такая с расческами. В общем, все выкладываем сюда. И будем перебирать. Что мне тут выкинуть? Даже пустые банки. Сейчас клянки есть. Визолятор закисался. Так. Все в таком неаккуратном у меня виде. Опять кисточки. Какие-то скляночки, баночки. В общем, все тут у меня вот как есть. Вам показываю. Поэтому вот так вот все покидала. Но главное, все там убрала. А здесь уже все разберем. Не важно, что что-то не так где-то. Все, конечно, сейчас будем разбирать. Сейчас расскажу вам, что к чему. Украшения опять тоже. Всякая, в общем, хрень. Линейки. Не поймешь, что. В общем, смотрим сейчас, что у меня тут есть. Вот это вот что, я не знаю. Может, это выкинуть? Я не знаю, что это. Это какие-то как застежки. Я не знаю, кто еще такой. Ну, что-то, видать, давнишнее, старинное. Так, вот самый мой хороший крем. Всю зиму он меня спасал. На зиму мне его хватило. Теперь он кончился. Закончился, в общем. Ну, присмотритесь, у кого сухая. Кожа обветривается, покраснение имеется. Очень хорошо он защищает. Я перед улицей за 40 минут наносила. Под косметику, под любую. Как вот основу под макияж. В общем, все-все помогает. Даже вот сухая кожа, нанесешь его, ну, он впитается. И потом спокойно нужно уже тональник, пудру, что угодно. И никаких шелушений. В общем, крем хороший. Я убрала по акции в аптеке. Подружка у меня там работает. Она сказала, что продается по акции, бери. Я взяла, попробовала и понравилась. Буду искать еще. Либо Виши, либо его. Вот одно из двух. Что-нибудь я куплю. Это мы выкинем. Еще я выкину вот такой вот бибикрем. Белита. Здесь везде искала, не нашла. В общем, самый классный бибикрем. Я уже тут его расковыряла, как могла. Уже он прям вот на просвет. Даже он пустой. Заказывала в косметике Белорис на сайте. Тоже заказывала. Очень понравился. Но здесь искала, нигде не нашла. И взяла биби другой. И он показывала уже. Но он мне не подошел. Вот этот, в общем, уже выкинуть. Потому что уже все. Я его вылизала. Аж там палочкой. Все кисточкой туда залазила. Жалко, что кончился. Но все выкинуть. Так. Это мы выкину. Такие. Так. Вот это вот я заказала. Тоже, по-моему, на Алиэкспресс. В общем, что выкидываю. Я сейчас вожу сюда. На Алиэкспресс пилочки заказала себе у меня. Потому что вот это уже все. Я выкидываю эту. Заместо этой заказала вот такую. Состав один и тот же. Ногти я делаю. И это мне нужны пилочки. Так. Вот эти вот все пилочки я заказала на Алиэкспресс. Это мне нужно. Это мы выкидывать не будем. Старую я выкину. Так. Эти бумажки еще. Так. Это вот от моих лампочек, которые я заказывала. Это мне пригодится еще. Это я заказывала на Алиэкспресс. К сожалению, тут я не вижу ни срок годности, ничего. Это как бы основа. Время надавило. Она вся вылезла у меня. Основа под макияж. Она такая. Скрывает покраснение. Она потому что с зеленоватым подтоном. В общем, если переворачиваете, она вытекает. С зеленым подтоном. Видите, она зеленоватая такая. Скрывает все покраснения, все неровности кожи. Но очень хорошая штука. Это как база под макияж. Ну, не знаю, как, типа, что. Не могу сказать. В общем, типа что-то. То, что, типа, консилера, что ли. Это я тоже оставлю. Здесь затесалась жидкость от комаров. Да, скоро будет нужна. Тоже протру ее. Все запылилось у меня тут. Так, жидкость от комаров с этим дозатором. Тоже валялся у меня на столе. Надо другое место вообще убрать. Вот это вот я уже, девочки, выкидываю. Это когда-то были духи. Я не помню, как они уже называются. Они вот, знаете, вот даже вот с таким шиммером каким-то. Даже не блески, а шиммер. Они придают блеска коже. В общем, духи для кожи, для тела. Брызните. И вот этот вот шиммер, их надо прям чуть-чуть. И когда какой-то праздник, я их брызгаю там на шею, на щеки. Можно на волосы. И будет такой вот блеск. Но это на праздники только я использую. Не знаю, даже, может, оставлю. Потому что иногда хочется поблестеть. Наверное, оставлю. Вот это вот тоник для лица. Мне понравился. Великолепный. Эффект укола красоты называется. У меня есть обзор на сайт Белорис. Я там заказывала. Я его выкидываю пустой. Жалко. Кончился. Мне все жалко. Мне надо много чего купить. Так, это палочки. У меня ватные палочки для макияжа мои. У меня нету специальной штучки для них, чтобы они стояли. Но я боюсь, что они будут стоять и пылиться. Поэтому они всегда в пакетике. Еще вот так вот даже затягиваю. И они у меня вот так валяются. Так, это вот диски. Тоже не люблю в упаковках, потому что они пылятся. Когда вот эти покупаешь, штучки туда ложишь. Они все равно открыты, они пылятся. Я как-то вот в пакетиках больше пользуюсь. Вот это вот придется мне выкинуть. Это уже старое что-то неимоверное. Даже не хочу говорить. Так, это таблетки. Так, легкий увлажняющий дневной крем для лица. Не подошел мне. Не подошел. Поэтому я его тоже выкидываю. Увлажняет кожу. Очищает от шлаков. Либо оставить можно на руки. Пользоваться на руках. Пахнет алое. Ну, обыкновенный. Чистая линия. Наверное, оставлю для рук. Буду руки мазать. Для рук, кто пойдет там, под перчатки надел. Помазал. И занимайся своими делами. Так, чистая линия фитоотвар для волос. Фигня. Да еще он начал какими-то этими пушиться. Может, я что-нибудь сюда другое переняла? Нет. Это действительно отвар для волос фито. Он начал у меня пропадать. То ли, может, его в холодильнике надо хранить. Но я им пользовалась, пока вот эта вот жидкость не образовалась внутри. Вот это налет какой-то. Я им пользовалась. Наносила на сухие волосы. Но расчесывается не очень хорошо. Вот это вот я вытянула. Так, это резиночка. Так, это я оставлю. Вот про палетку хотела сказать, девочки. Есть у меня такая палетка. И я думаю, что у нее срок годности прошел. Но тут все есть. Вот эту грязь я не пользуюсь. Я пользуюсь вот этим, вот этим, иногда вот этим. Вот этими вот тремя. Вот это я не пользуюсь. Это все жирное. Оно сто пудов уже сухое. Оно хранится дольше. И вот такие вот тени. Из них, чем я пользовалась, все уже позаканчивалось. Вот это все закончилось. Это все. В общем, старое, страшное. Надо, я думаю, избавиться и купить что-то новенькое. Новенькое мы будем покупать. Пойдем выток. Это вообще Арифлеймовская. Она как в подарок шла. И вот уже сколько лет я ей пользуюсь. И она меня уже бесит. Уже вся грязная. Но была раньше красивенькая вся такая. У многих прошла, конечно, срок годности. Но я знаю, что вот эти, они не испортятся ничего. И как бы пользоваться еще можно. Но не нужно. Тоже выкидываем. Просто занимает место. Я уже ей очень редко пользуюсь. Я куплю новую палетку. Я решила, что же я не заслужила, что ли. Не заработала. Украшение еще моей мамы. Ну, оно у меня любимое. То, что мама его носила. И я помню ее образ, когда она одевала. Если найду, поставлю фотографию, как она носила его. Ну, красивые оставлю. На воле просто. Так, это мои щипцы, которые нужно тоже помыть. Помыть. Что-то в последний раз попользовалась. Не помыла их. Даже, наверное, раза три пользовалась, не мыла. Это все мы вымоем. Кисточку мы отнесем. Так, вот у меня был любимый мой крем. Этот тестер я покупала в Геленджике. Здесь я не нашла, чтобы продавались такие тестеры. В каком-то магазине, я не помню. Но этот крем мне подходит и по цвету, и по счету. И сейчас я даже не могу понять, какого он цвета. Вроде 101. Вроде 101 написано. Но когда я прихожу в магазин, мне дают 101. Там совсем другой цвет. И тут осталось прям чуть-чуть. Я его оставлю для того, чтобы... А, забыл опять, как называется. Вот такая штука. Вот такая вот. Я вам уже обзор делала. Хорошая вещь уже у меня заканчивается. Ну, надолго хватило. Надолго. Спонжем я не пользовалась. Я так вот, либо рукой, либо кисточку туда и наносила. Ну, хорошая вещь. Вот это вот. Как же она называется? Забыла опять. Не помню. В общем, хорошая штука была. Вот так вот она шла. В коробочке тут крышечка. Все поломалось. Все отоплалось. Вот это вот тут еще чуть-чуть есть. Я, наверное, оставлю. А это я выкину. Риксону. Купила я себе Риксону. Вот это вот. Девочки, прям вот даже не знаю. Вонючее. Воняет каким-то... Не нравится мне, потому что яркий букет. Но вот это вот, знаете, здесь клубника, ваниль, белые цветы. Ну, как-то вот бабушкиными вещами, что ли, пахнет. Не знаю, может, у меня такая ассоциация. Ну, не молодежный запах. Хотя знаю, что я уже не молодая, но запах не молодежный. Пользуюсь, конечно, но редко. Но оставлю еще по полку. Это у нас что? А, это просто помада гигиеническая. На всякий случай намазываю губки. Здесь у меня расчесочки, которые надо помыть. Ой, самый дешевый какой-то крем-гель для кожи вокруг глаз. И я его уже выкину. Он мне не подошел. Что-то у меня начали глазки опухать от него. В пудре у меня эта пудра просто немножко просыпается. Вот банановая пудра, о чем я вам говорила, хорошая. Она, в общем, очень классная такая, прозрачная. Ее почти не видно. Просто она делает, знаете, как вот лицо. Ну, не жирным, таким матовым, бархатистым, приятным. Но она не дает света. Она просто... Ого, просто... У меня тут кисточка, еще вот грязная кисточка. Можно... Просто вот не дает блеска такого сильного на лице. И оставляет еще, знаете, долго макияж остается таким хорошим. Ну, не съезжает никуда. Я не знаю, как сказать это. Закрепляет, в общем. Кисточку мыть. Так, что тут у меня еще? Это у меня сломалась тоже была такая большая палетка с пудрами. Я им не пользуюсь. Вот тоже спонжик, я им не пользуюсь. Надо тоже помыть его. Вот этот помыть. В общем, эти два спонжика тоже помою. Вот этими пользовалась. Очень хорошая для скульптурирования. Вообще целая палетка у меня вот такая большая. Когда делать, не знаю, может там еще... В припошке, скорее всего, я ей пользуюсь еще. Так, что тут у меня еще? Так, это два гель-лака для акварели. Это две ногтей тоже на место. Какие-то две наклеечки термо. Это Милана себе покупала. Это мы ей приклеим куда-нибудь. Так, гель-паутинка. Это для... Гель-паутинка. Для ногтей. Веселые наклеечки. Пускай они у нас тут веселят или жандель. Веселые. Поставьте в комментариях такие смайлики, у кого есть. Гель для ногтей. Паутинка. Я еще его даже не открывала. Заказала. Вот недавно на все пришло. Вот этот вот гель и вот этот вот. Это все мне нужно будет. Это все я отправлю. Еще раз берем мои коробочки с гель-лаками, я надеюсь. Найдет очередь. Так. Это вот для бровей палетка. Тоже с Алиэкспресс. Черная. Можно для подводки. Но это сухие. Сухие палетки. Белая, коричневая. Я пользуюсь только вот этой. Вот этой я пользуюсь, когда делаю наращивание себе сама. Чтобы клея не видно было. Это тоже в видео мне. И с кисточкой это я не пользовалась. Хорошая такая штучка вообще. Так. Вот это тоже контуринг. Но это жирный контуринг. Очень грязная. А. Я сюда пудру вот эту вот наносила. И отсюда кисточкой брала. Поэтому в пудре у меня все. Жирный контуринг. Тоже с Алиэкспресс. Она такая маленькая палеточка. Тоже вот так с собой ее взять куда-нибудь. Переезд. Она много места не займет. Легенькая. И надолго хватает. Вот такие цвета. Но они жирненькие. Я вам скажу. Жирненькие. Они в общем... Контуринг замечательный. Я вам скажу. Просто жирный. То, что... Ну просто закрепляете потом банановой вот этой пудрой. Контуринг. И очень даже ничего смотрится хорошо. Как бы мне понравилась эта палетка. Это моя любимая. Затертая. Уже вся использованная. Так. Вот это вот у меня. А. Это у меня здесь линзы. Интересно, у меня тут есть. Да. Здесь мои зеленые линзы. А где же флакончик с жидкостью? Это наборчик я покупала тоже на Алиэкспресс для линз. Тоже так. Линзы с собой в сумочку. Там на отдых. Куда-либо. Удобный наборчик. Он у меня есть. Всем советую. Это вентилятор. Вставляется. Если есть разъем. Можно через разъем в телефон. Можно в этот. В ноутбук. Сидите. Машет он у вас прохладой. Хорошая вещь. Тоже заказывала на Алиэкспресс. Нужная вещь. Мне нужную. Оставлю себе. Какие-то украшения тоже оставлю их. Не буду выкидывать. Пускай лежат. Это у меня девчоночка. В последний раз я у нее наращивала ресницы. Анастасия Бьюти Мастер. Адрес, телефон. Это пригодится. Это все оставлю. Вот здесь вот что у меня в такой маленькой штучке. А, это для телефона съемку делать. Макро, микро. А где же все остальные? А, вот они. Всякие линзы для телефона. Тоже на Алиэкспресс заказывала. Иногда там что-нибудь фотографирую. Если есть время, опять же, то фотографирую. Я вообще люблю фотографировать, но нет времени. Так, это мы все решили выкинуть. Я тоже вот это выкинула. Я не знаю, что это. Так, основа праймер под магиаж. Дышащая основа. Брала тоже на Белорис. Не знаю, плохо пользуюсь ей этой основой. Больше вот этой вот я пользуюсь, чем вот этой основой. Но пускай будет раз есть основа под магиаж. Она нам пригодится еще. Это я заказала фрезу пламя на Алиэкспресс для ногтей. Хорошая тоже такая вещь. Там много их можно заказать. Это ровненькая, без всяких зазубринок. Она прям идеальная для удаления птеригия, кутикулы поднимания. Мне пригодится. Смайлики почти не видно. Так, то, что я выкидаю, я уже уберу отсюда. Так, разберемся. Вот с этой вот штукой. Что у меня тут и куда у меня тут все делаться будет. Расчесочки надо тоже помыть. Так, кистечку вот эту мыть я ей пользуюсь. Расчесываю ресницы. Штучка надувать. Шарики, мячики. Это ноготь тут затесался. Затолочка. Вот это вот сережка. Заказывала я ее на Алиэкспресс. Только штучка где с нее уже, не знаю. Одна. Я думала, таких будет две сережечки. Но пришла одна. Вот такая. Это, в общем, на ухо надеваешь. И вот тут вот это за ухом. Это на ухе такой скорпиончик. Это для ключей брелочек. С фотографией тут для ключей брелочек. Я не помню уже откуда, где брала. Но они везде-таки продаются. Заколочки. Это для ногтей штучка. Эта ручка уже не пишет. Ее выкину. Эта щетка, что-то она немножко у Миланы ломалась. Поэтому мы ее оставили, чтобы папа нам посмотрел, почему она не вибрирует. Она что-то через раз вибрирует. Что-то сломалась где-то. Это мой Айкос, хотела сказать. Не Айкос. Электронная сигарета. Уже заказывала, наверное, год назад ее. И до сих пор ей пользуюсь. Иногда, иногда. Так, переходим к моей шкатулочке. Да, тут барахла-то не разобрать. В общем, тут всякая хрень, девочки. Ничего тут-то. Интересно, что там на флешке. Вот мама мне всегда говорила. Храни золото в отдельном месте. Но нет, у меня все валяется в одном месте. Да, вот тут тоже, наверное. Вот золото, наверное, вот сюда мы положим. Это что? О, это же с этого. Для линз с набора. А что она тут делает? Так, сережечки мои всякие. Это вот сюда положим. Но опять же, я сейчас покидаю, они опять тут все запутаются. Это тоже мои сережки. В общем, бижутерия моя. Да, еще, девочки, там же ящички эти разобрать. Что у меня там? Любитель я вот таких вот животных сережек. Видите, они мои любимые. И уже все ободрались. Я так жалко. Либо их подкрасить. Нагадали, я не знаю. Жалко, что они ободрались. Так, серебряные сережки. Я вот такие вот разыгрывала сережки. По-моему, Лена у меня выиграла. Я тоже их ношу. Но у меня вот тут вот потерялась штучка. Не знаю, как она на море, когда я ездила. Может, у них искупалась. Может, что, вот эта вот штучка с нее слетела. Очень классные сережки. Немножко почернели. Но когда их почистишь вот пастой, щеткой, я чищу щеткой и пастой. Прямо зубной щеткой и зубной пастой. И очень даже сверкают, блестят. Вот так вот лежат тут клеют. Вот эти вот мне раньше нравились. Сейчас они меня бесят. Зачем они мне? Ну, мама их попипала. Она и мне, и себе-то эти попипала. Но меня они бесит. Ну, лежат. Может, куда-нибудь летом надену. Это вот сережки не такие уж дешевые. Это как бы дорогие сережки. Это янтарные. С серебром янтарь. Мамин подарок тоже лежат. Не ношу их. Ну, по крайней мере, сейчас вообще никто никуда ничего не носит. Вот у меня тоже серебряный браслетик. Но я его ношу летом. Вот на море ездили. Я одевала его, носила. А это сережки. Сережки, знаете, что? Типа для похудения. Я одну вот... А, они тут две. Две сережки. Типа для похудения. Я брала на Алиэкспресс. Две сережечки такие. Они на магнитиках. Как клипсы одеваете на уши. Ну, я не знаю. Я не ношу их. Почему? Не знаю. Они такие розовенькие я брала, носила. Иногда Милане вот их одеваю. Она просит, одень мне сережки. Иногда одеваю. Но она вообще не хочет ни прокалывать, ничего. А, вот здесь много чего уже потерялось. Была и коробочка. И все. Вот то, что осталось. Колечко такое осталось. В общем, его тоже чистить надо. Это же серебро. Оно темнеет, когда лежит. Вот оно, считай, зиму пролежало. Потемнело. А это магнитные для похудения сережки. Заказывала на Алиэкспресс. Это все мне нужно. Так, вот мои тоже любимые сережки. Это вообще не снимаю, ношу. Не знаю, что за железо какое-то. Бестолковое. Я их ношу. Но они мне нравятся. Такие темненькие. И висюльки. Вообще, я люблю висюльки такие всякие. Так, здесь я что. Вот это вот просто тоже они висюльки были. И они еще подходят мне под глаза. Ну, не знаю, серебро это или не серебро. Вроде как серебро. Тоже надо почистить. Потемнели. Ну, и очищу их, и одеваю. И ничего им нет. Ну, симпатичные такие. Мне нравится то, что висюльки. И под глаза мне подходят. Они прямо цветом, как у меня глаза. Не знаю, что за камень. Так, вот тоже. Почему-то одна. Не знаю, где вторая. Тоже летом иногда надевала. Не знаю, где вторая. Почему-то она. Так, что это за флешка. Вот сюда я кину. Так, карандашик. Маленький карандашик. Мягенький, маленький. Он уже у меня вылетел. Я его туда запихнула. Это вот так вот с собой иногда взять куда-нибудь. Он маленький. Поэтому я его оставлю. Таскаю с собой. Если вдруг. Кстати, вот в последнее время мне некогда краситься уже. Это тоже мои одни из любимых сережек. Я их постоянно ношу. Это постоянно. Это какой-то пластик какой-то. Не знаю, что. Ну, очень уж я их люблю, девочки. Вот такая сорока. Люблю вот такой вот пластик. Вот денежки на прозапас. Я всегда держу денежки, чтобы у меня были на прозапас. Так, и тут много заколочек, шпилечек. Ну, куда же без этого. Вот это вот мне же нужно тут. Оно же у меня. Я же без него не проживу, если оно у меня не будет валяться в сережках. Да, вот отсюда мы его достанем. Так, вот эту коробочку я тоже закрываю. Все, это все сюда. Это вот Милана сделал брелочек мне. Это, кстати, вот эта штучка вот отсюда была. Милана сделала отдельный брелочек. А так вот этот брелочек все вместе. В общем, вот такой вот разбор. Теперь мне надо все это убрать, привести в порядок. И потом уже я вернусь к вам. Это будет 5 секунд. Но я трещала так долго. Видео будет длинным. Ну, и я любитель так вот рассказать, что у меня к чему и куда зачем. Еще раз берем, наверное, там вот эти вот ящички, которые у меня. Там шкафчики мои. В тремо. То, что мне нужно. Конечно, надо отделениться, но я пока вот так все складу, складу, сложу, не знаю, как правильно. В общем, покидаю пока все сюда. Нужно это неаккуратно. Так, это вот мне тоже все нужно. Но это я буду уже вымою ту коробочку и уберу все туда. Так, это у меня вата. Просто вата. Ну, там мало ли что. Ну, вата понадобится зубочистка. Вата у меня пускать будет. Ну, еще, по ходу дела, я ничего получается не разобрала, а просто все скидала. Пока так будет держать. Дальше будет видно. Куда что. Главное, я выкинула то, что мне не нужно. Вот это мне нравится. Но не знаю даже, что с ним делать. Возможно, тоже на выкид. А вот про эту тушь забыла еще сказать. Это Диваж. 90-60-90. Кисточка мне нравится, но он осыпается. Вот эта тоже осыпается. Оставлю. Это жидкость для снятия лапы просто. Кто не знает, что вот это вот за штучка, сейчас я расскажу. Это массаж рук делать. Я брала это, когда Милана не выговаривала букву «Ж». Мы делали массаж пальчиком. Вот так вот катаете. И она тут колючечки вот эти все колет. Потом открываете. Тут две штучки такие. И делаете массаж каждому пальчику. Я вот ей делала вот так вот на пальчиках. Пальчиковая гимнастика. Видите? Не помню, как эта штука называется. Если вспомню, напишу. Девчонки, все. Кисточки я помыла. Сейчас кисточки положим, кладем, не знаю, как правильно. Кисточки все вот сюда я уберу. Эти тоже сюда. Так. Помады, карандаши. Наверное, все сюда, туши. Так. Это новые кисточки сюда. Все вот так вот. Как раз кладу. Так, что мне нужно. Здесь еще пилочки. Пилочки я сюда положу. Крема сюда. Помада. Ну вот как-то так. Все, расколо, разложила. Тестаю все сюда. Развала под макияж. Ну все, вроде. Обратно прицеплю мои сережки. Что-то и место нигде не нашлось. Так, ну все, здесь у меня порядок. Здесь я все знаю, что куда. Кисточка какая-то маленькая. Там сильный остался. Конечно, для этой мерочевки надо что-то получше придумать. У меня пока ничего нету. Потому что все магазины закрыты сейчас. Фикс прайс, не знаю, может открытый. Пока вот это вот все оставлю вот в этой коробочке. Крем сюда. Ну вот это вот все вот так вот. Все, смотрите. Штучки здесь сверху положу. Пока вот так вот разложила. Коробочка, конечно, мне нравится с фикс прайс. Она вот удобненькая. Так, вот еще у меня патчи остались. Еще ими пользуюсь. В общем, пока вот так вот все раскладывала. Сейчас перемещаемся на мой стоник. Будем разбирать, что у меня в коробках там. Вернее, вот в этих в ящичках моих. Продолжение следует... В общем, у меня получилось так, что я разобрала эту корзиночку. Уложила все вот сюда. Что мне нужно, что не нужно. Здесь у меня еще на столе. Кстати, вот тут вот такая коробочка. И сюда же я складу вот эти вот капельки. Там собачистики мне бывают нужны. И там вот тоже бывает нужно. Вот это вот оставлю здесь. Это тоже надо мне разобрать будет. Вот так вот все укладывается, значит. И готовится. И опять она отвалилась. Вот она отваливается. Прямо мне это весит. Еще, девочки, вот мне надо, я выкинула, значит тени. Мне надо будет сходить в какой-нибудь магазин, приобрести новую палеточку. Так, сейчас вот этот вот ящичек тоже с вами разберем, что у меня здесь. У меня здесь вообще фефец. Здесь вот какие-то пакеты. А, это вот это вот все. Карандаши откуда-то привезенные. Не знаю, вот этот вот карандаш. Когда-то, когда-то. Ресничка. Помните, такие карандаши были? Это вот мамин еще карандаш. Она мне его дарила. Это который типа слюнявите, и он у вас рисует хорошо. Ресничка. Вот он так сухой не рисует. Но стоит его чуть-чуть водичку капнуть, он начинает хорошо рисовать. Вот у меня такой есть карандаш. Это еще от мамы. Она мне еще дарила. А здесь еще вот такой номер два карандаш. Просто который... Тоже, блин, у меня много карандашей. Где вот этот вот еще? Нет, это не такой карандаш. Не такой вот еще карандаш тоже. Не сильно он мягкий. Он, мне кажется, что-то корябает. Но рисует тонко, но корябает. Вот такой вот хороший он. Гамба. Вот он поломался у меня. Нет, поэтому я его сюда кинула. В общем, это все надо вытянуть. Здесь всякие сумочки оставались. Не знаю, зачем тут вообще. А, здесь у меня прибуды вот эти вот. Опять же, сережки у меня здесь лежат. Как всегда, я любитель висячих сережек. Сейчас покажу несколько вам. Это вот еще и мамины, и мои тут все вместе, в общем. Они вот тут вот лежат. Я их как привезла. Вот такие вот сережки у меня. Вот такие сережечки. Потом вот такие вот. Ну, это все, оно нужное. Выкинуть, конечно, жалко. Вот такие. Вот такие тут еще. Вот такие сережки у меня еще имеются. Ну, это все вот на море хорошо, когда поехал. Там вот одел, красиво ходишь. Тут мне нравятся очень сережки. Это вот в большей степени мама покупала все. Вот эти вот очень красивые. У нее еще была такая кофточка, она одевала вот эти сережки с той кофточкой. Красотой такая ходила. Вот еще такие сережечки, такие пластиковые. Да, еще вот такие вот у меня есть. В общем, полно. Это все сережки. Опять же, вот еще сережки. Вот такие кольца я люблю, и всякие вот такие. И даже вот такие у меня колечки большие. Это тоже мои любимые. Раньше вы или сейчас они не очень так я хожу в них. Не знаю. Так, здесь вот ложечка деревянная лежит почему-то. Вот это вот все нашивочки, которые я вещи выкидывала, я отрывала нашивочки. Я думала, что я куда-нибудь это все пришью. Потому что я рукодельничаю иногда. И вот это вот все мои любимые нашивочки на старых вещах были. Здесь много открыток, прокладки. Вот такая штука у меня еще тут лежит. Не знаю, зачем. Но это от шарика от Мелани нам осталось. Шарик лопнул. Так, здесь опять вот. Это бабушка дарила новому Меланию. Тоже нашивочки всякие. Это такие вот, не знаю, как их называть, уже забыла. Ну, для подтягивания шеи и лица я уже обзор на них делала. Чуть-чуть они мне не пригодились, лежат. Мусор. Мусор сейчас буду выкидывать отсюда. Там какой-то переходник несуразный, я не знаю, чей тоже лежит. А вот, девчонки, еще целый склад тампоксов и тампонов. Тоже не пользуюсь ими. Ну, как ватами у меня лежат. Пакет какой-то изкисался. Всякие резинки. В общем, походу, дело здесь ящик. Это вот, в который сунешь что-то и заводишь. У меня им вообще-то не пользуюсь. Открытки. Всякие. Мама мне все дарила, открытки. У моей доченьки. Поздравляю. Вот это тут фотографии. И я. И я тут затесалась. Тоже это надо все сюда и брать. Это не место. Так, салфетки влажные. Резиночки опять. Так, летела вот отсюда. Ручечка. И валяется. Ключ от двери. Резинки. Какой-то гвоздик. Тоже он мне не нужен. Не знаю, зачем тоже. Это вообще наклейка на кожу была. Вот это я не знаю, что это. Может это нужно? Вот эти шпильки. В общем, всякая гадость. Смотрите, какие кабелочки. Крышечки. Вот это наверное надо. Крышечку. Вот столько вот хлама там было. Сейчас мы вот это вот все. Выберем, освободим. И будет у нас целый шкафчик. Прибралась. Ну что, вот эти наршивочки я оставлю. Пускай они будут. Мало ни что пригодится. Так, эта штучка тоже для этого нужно. Неважно, салфетки мне нужны. В общем, как-то неудобно тут все. Не знаю, что придумать. Надо что-то придумать. Вместо вот этих корзиночек надо что-то такое, что мне будет удобно. Потому что это неудобно. Ну, в общем, разобралась я у себя на шкафчике. В нем прям пыль так страшно видно. Прям быстро вот раз и все. Видите? Разобралась я на своем шкафчике. В своем шкафчике. Здесь у меня все для глаз. Для ресниц, вернее. Здесь у меня, ну, всякая косметика. Здесь вот тести я помыла, значит. Вот эту коробочку. Ну, периодически я так делаю, да. Здесь у меня, ну, здесь опять скрипыши. Они, конечно же, нужны. Их некуда положить пока. Я потом, чтобы их в другой место ложить, их раскидают. А вот этот ящик мы никто не закладывает. Они тут не раскидаются. Там еще игрушка у меня коробка. Так. Здесь у меня получаются заколки, бантики меланинные. Чу-ка-палу, в общем. Я ими не пользуюсь. Зачем они мне нужны? Не знаю. Я не помню, кому я их покупала. Но явно они не себе. Так. Здесь, конечно, есть пыльки. Сертичка. Алифлейновская. Тут, конечно же, здесь нужно все. Вот этот ящик, конечно, приходится вот так доставать. Здесь серьги. Вот этот целый ящик с стерегами. С стерегами, не знаю, правильно. Итак, это рейка. Ну, это, может быть, я видела что-то мне понадобится. А снотичка. Ножницы. Мои подкрытки я их не выкинула. Зашивки всякие, которыми я буду все заниматься. И вот эта штучка. И сумечка. Это тоже нужная вещь. Там кое-что лежит у меня. Хотя она и тайненько уже выкинуть надо. Ну, чтобы выложить все и выкинуть эту сумочку. Потому что она облазит от нее всякое. Ну, не знаю. Когда-то там это был для телефона чехольчик. Воспоминай немного от него. Ну, какая пока лежит. Выкину. Выкину. Ну, в общем, вот такое вот у меня получилось видео. Какое получилось. Что смогла? То сняла. Я думаю, все. Все нормально. Что-то кого-то не устраивает. Блин, вот это вот что. В общем, всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok